Здравствуйте, дорогие мамули и детки! И снова я вместе с вами. И сегодня мы поговорим с вами о такой проблеме, если вы заболели. Беременность, конечно, физиологический процесс. И на самом деле, во время беременности иммунная система наша находится в таком напряжении, в результате которого очень часто в время беременности вы переносите какие-то вирусные инфекции. Либо после рождения, контактируя с другими людьми, иммунная система ваша находится в напряжении, вы тоже можете заболеть. Мы не можем с вами находиться в вакуумной каком-то обстановке для того, чтобы сохранить себя, чтобы, не дай бог, не встретиться с какими-то вирусами, бактериями. Поэтому случается так, что, несмотря на то, что вы стали матерью и находитесь в таком привилегированном положении, в декретном отпуске, вы можете себя оградить от посещений каких-то шумных компаний, меньше ходить в те места, где скучность людей, но все равно это не защищает вас и можете заболеть. И всегда задаете один и тот же вопрос, если я заболела, например, простудными заболеваниями, у меня там температура, болит горло, кашель, насморк, могу ли я кормить своего ребенка грудным молоком? И как мне лечиться вот в такой ситуации? Да, я однозначно вам скажу, что если вы переносите какую-то вирусную бактериальную инфекцию, то грудное молоко, оно защитит вашего ребенка, и вы должны думать в первую очередь о своем ребенке. И благодаря тому, что в грудном молоке идет выработка антител, на те вирусы, бактерии, с которыми вы сконтактировали, это все попадает вашему ребенку, и вероятность заболеть очень маленькая. Поэтому я хочу вам сказать, что кормить вы грудным молоком будете однозначно, потому что это защитит вашего ребенка, это раз, а во-вторых, даже если он вдруг и заболеет, то это заболевание будет протекать более легко для вашего малыша. Здесь стоит вопрос о том, как лечиться, чем лечиться. Конечно, это вы будете консультироваться со своими лечащими врачами, участковыми, но я вам хочу рассказать какие-то основные факторы, на которые вы должны обратить внимание, когда вы будете себя лечить, или вас будут лечить другие доктора. Во-первых, вы должны понимать, что то лекарство, которое вы принимаете и будет вам назначено вашим участковым врачом, оно в любом случае попадает в грудное молоко, и где-то около 1%, то есть это немного. И если вы возьмете любую аннотацию к лекарственному препарату, то везде написано противопоказано беременность и лактация. Те лекарственные препараты, которые мы можем назначить, не глядя в инструкцию для кормящей мамы, их нет, потому что производители лекарственных препаратов, они, конечно, не проводят эксперименты ни на беременными женщинами, ни на кормящими женщинами, не смотрят, какой процент попадает в грудное молоко, не знают, как выводится и что происходит с ребенком при употреблении вот этого молока грудного с лекарственным препаратом. Поэтому, прежде всего, я вам сразу говорю, что только 1% лекарства попадает в грудное молоко. Это первое. Второе. Когда вас начинают лечить, то, конечно, это не должна быть многокомпонентная терапия, то есть сразу несколько препаратов и одновременно. Лучше всего выбирать тот препарат, который будет более, скажем так, безобидный для вас в плане побочных действий и, конечно же, в плане побочных действий для вашего младенца. Имеет большое значение возраст малыша. Считается, что дети, которые новорожденные, и дети младшего грудного возраста, дети, которые чаще всего получают ваше грудное молоко, у них больше поступит лекарственного препарата, и в силу своей незрелости почек и печени могут быть различные побочные явления при приеме лекарственного препарата. Чем старше ребенок, меньше кормится, естественно, грудным молоком, и в меньшей степени у него могут быть какие-то изменения при приеме грудного молока с лекарственным препаратом. Очень важно при выборе лекарственного препарата, чтобы он был не пролонгированный. То есть есть лекарства, которые вот даешь одну таблетку на сутки. Лучше всего давать лекарства короткого действия, которые нужно разделить на 3-4 приема. Почему лучше? Потому что они быстрее выводятся у самой женщины. И естественно, что лучше всего принимать лекарственные препараты после кормления грудным молоком. То есть вы покормили грудным молоком и приняли лекарственный препарат. Существуют лекарственные препараты, которые не могут влиять на ребенка, но могут повлиять на количество грудного молока. Это вы тоже должны понимать. И очень важно, конечно, чтобы ваш доктор, участковый, который начинает вас лечить, бронхит, пневмонию или какую-то банальную вирусную инфекцию, он был настроен на то, чтобы вы сохранили грудное молоко. Можно лекарственные препараты, которые он вам будет назначать, использовать в каких-то других формах выпуска, либо в ингаляциях, чтобы вы сделали ингаляции, либо какие-то отвары, настои. Те варианты поступления лекарственного препарата к вам, как к кормящей матери, они в меньшей степени оказывали влияние и в меньшей степени попадали в грудное молоко. Это могут быть аэрозоли, то есть запрыскать аэрозолем в горло, если у вас болит горло. Это капли в нос можно тоже использовать. Это ингаляции различными лекарственными препаратами, травами, то есть формы выпуска, которые в меньшей степени будут попадать в кровь и, конечно, в меньшей степени будут попадать в грудное молоко. Если вы сомневаетесь и боитесь принимать тот или иной препарат, но он вам необходим, в плане сомневаетесь, кормить вам ребенка грудным молоком или не кормить, если такие сомнения есть, то всегда слушать нужно себя. Потому что я всегда говорила, что материнская интуиция, она очень редко подводит. Тяжелые ситуации в жизни бывали у каждого из нас, из врачей, то иногда нужно прислушиваться к материнской интуиции. И вот если вы чувствуете и сомневаетесь, что вот нужен вам этот препарат, но он попадает в грудное молоко и может оказать вредное влияние на вашего младенца, то, конечно, я рекомендую не кормить тогда грудным молоком, сцеживаться в последующем. После того, как вы вам отменили этот препарат, то вы его снова будете возобновлять в свое грудное вскармливание. Здесь еще очень важно знать, какой период полувведения этого препарата. Если он быстро выводится, то вы вот этот промежуток времени, когда он у вас находится в крови, вы не кормите ребенка, сцеживаетесь, а, например, к вечеру уже этого препарата нет в грудном молоке, вы будете его принимать. То есть, если вы заболели, лечиться вы по-любому будете. Только вот придерживаясь тех моих рекомендаций в выборе лекарственных препаратов, консультируясь со своим участковым терапевтом, вы будете решать, какой препарат лучше и какой из этих препаратов совместим с грудным вскармливанием. Женщина, она в любом случае может кормить ребенка грудным молоком. Существуют только определенные заболевания, которые противопоказаны для грудного вскармливания. Например, острая фаза психических заболеваний, обострение шизофрении, эпилепсии. Женщина, которая будет принимать антидепрессанты и противосудорожные препараты, конечно, она в этот период времени не будет кормить грудным молоком. Это острая фаза туберкулеза, открытые формы, то тоже здесь она не будет кормить грудным молоком. Это если у женщины имеются хронические заболевания и период обострения со стороны сердца, почек, то здесь тоже, если будет сразу назначено ей много лекарственных препаратов, несколько, тогда, конечно, будет стоять вопрос о том, что на этот период лечения, период обострения этой женщине необходимо отказаться от грудного вскармливания. Употребление наркотиков, употребление противосудорожных, психотропных препаратов, это тоже является противопоказанием для грудного вскармливания. И, конечно, ВИЧ-инфекция. Здесь уже однозначно таких женщин мы запрещаем кормить грудным молоком. Так, во всех любых случаях, будь это простудные заболевания, будь это какие-то другие инфекционные заболевания, вы будете своего ребенка кормить молоком, потому что тем самым вы защищаете своего ребенка от того или иного заболевания, которое переносите сами. Те иммуноглобулины, как я уже сказала в начале нашей с вами беседы, они позволят нам защитить нашего младенца от той или иной инфекции. Существуют определенные сборники даже лекарственных препаратов, которые совместимы с грудным вскармливанием. Они есть в англоязычной литературе. Если ваш доктор участковый, он интересуется этим всем, и вы заинтересованы в том, чтобы кормить грудным молоком, то, конечно, вы эти вопросы со своим врачом будете обсуждать. Многие ситуации, когда вы спрашиваете, вот я, например, принимаю антибиотик, или участковый назначил антибиотики при простудных заболеваниях. Ну, во-первых, мы все знаем, что при вирусной инфекции антибиотики вирус не убивают. Но если назначается антибактериальная терапия для кормящей женщины, то и для ваших врачей, и для вас самих я хочу сказать, что если этот антибиотик безвреден для ребенка, то вы его тоже можете использовать. Что касается аллергии. Очень часто в период беременности идет обострение той же крапивницы, бронхиальной астмы, кормление грудным молоком, то есть уже когда родился ребенок, замечаем такое, что аллергические проявления менее остро протекают у такой женщины, которая кормит ребенка грудным молоком. И все лекарственные препараты, которые вы принимали при бронхиальной астме, при крапивнице, они совместимы с грудным скармливанием, и вы можете кормить своего ребенка грудным молоком. Если вы, например, принимаете антидепрессанты, снотворные препараты слабого действия, то вы должны четко помнить, что если ребенок спит совместный сон вместе с вами ночью, то ни в коем случае эти препараты не должны приниматься. Но если вы все-таки вынуждены их принимать, то такого ребенка не кладите вместе с собой в кровать. Если заболел мой ребенок, у него, например, жидкий стул, высокая температура, могу ли я кормить грудным молоком. Да, вы должны его кормить грудным молоком. И не думайте о том, что жидкий стул, это связано с вашим грудным молоком. Очень часто задают такой вопрос, что вот, наверное, у меня плохое грудное молоко, у него жидкий стул. По сути дела, на грудном скармливании стул жидкий будет, после каждого кормления, желтый, жидкий, может быть, с комочками и слизью. Это норма. Поэтому, если у вашего ребенка он переносит какую-то кишечную инфекцию, либо переносит какую-то вирусную инфекцию, то, конечно, кормить нужно. Потому что тем самым вы просто понимаете, что грудное молоко – это лекарство, которое позволит легче протекать тому или иному заболеванию вашего ребенка, благодаря вашим иммуноглобулином, о которых я вам уже много раз рассказывала. Единственные заболевания, которые несовместимы с грудным молоком, это такие, как фенилкетунрия, галактозамия. Эти заболевания, они встречаются, слава богу, крайне редко, и они действительно несовместимы с грудным молоком, если ваш ребенок унаследовал эти тяжелые заболевания. Такой вопрос, что если ребенок мой болеет, особенно очень часто такое бывает, когда у него высокая температура, и все врачи говорят, вот самое главное при любой вирусной инфекции, я, кстати, тоже так говорю, больше пить и писать. То есть, чем больше жидкости ваш принимает ребенок, тем больше он ее выделяет, и тем самым вы спасаете его от, скажем, обезвоживания и от интоксикации. В данной ситуации дети на грудном вскармлении, как правило, воду не пьют и не любят ее пить. Поэтому в данной ситуации, конечно, грудное молоко – это первый источник жидкости, который понадобится вашему младенцу в период, когда он заболел, когда он переносит вирусную инфекцию, либо какую-то кишечную инфекцию. И о чем тоже часто спрашивают – это стафилокок. Вообще стафилокок и кограмм положительные коки, они встречаются везде. Где ни посмотри, и в носоглотке у мамы, и в том же роддоме, и у самой мамы. То есть, он везде есть, этот стафилокок. И, естественно, этот стафилокок будет где? В грудном молоке. И этот стафилокок будет в стуле. Поэтому, дорогие мамы, и дорогие врачи, я вас просто призываю к тому, что если вы обнаружили стафилокок в грудном молоке, не делайте, не отлучайте своего ребенка от грудного вскармливания только из-за этого стафилокока. Потому что перевод на искусственное вскармливание приводит к более тяжелым, скажем так, последствиям. Я видела очень много таких детей с тяжелыми атопическими дерматитами, с тяжелым дисбиозом, который никак не могли вылечить. Вот именно из-за того, что ребенка перевели на искусственное вскармливание. Поэтому стафилокок в грудном молоке не является противопоказанием для грудного вскармливания. Вы многие мне скажете, вот, это же все-таки гной. Да, только если гной будет литься у мамы с груди, да, если так вот грубо сказать, гнойный мастит, то тогда вы, конечно, не будете кормить грудным молоком этого ребенка. Но если там вы нашли небольшой титр стафилококка в грудном молоке, то ни в коем случае не отлучать ребенка от грудного молока. И не лечить эту женщину от стафилококковой инфекции. Точно так же, что касается и стула. В кишечнике тоже есть стафилококк. И если клинически ваш ребенок чувствует себя прекрасно, набирает вес, улыбается, гулит, развивается хорошо, аппетит у него хороший, и у вас нашли вы в бак анализе кала, или любители дисбактериоза, кал на дисбактериоз, вы сдали, увидели этот стафилококк, не нужно его лечить. Не нужно. Потому что чем больше мы вмешиваемся в микрофлору кишечника, тем тоже мы можем навредить ребенку. А наша с вами задача не навредить, помочь вырастить нормального, здорового малыша. Ну вот, наверное, и все, о чем я хотела с вами поговорить. Если у вас какие-то будут вопросы, задавайте. Заболела я или заболел мой ребенок? Как быть в той или иной ситуации? Я постараюсь вам ответить. Будьте здоровы! Всего доброго!